Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Говорун Вадим Маркович, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Известный ученый в области молекулярной диагностики, геномики, протеомики и системной биологии. Окончил Второй Московский медицинский институт имени Пирогова в 1987 году. В середине 90-х активно способствовал внедрению метода полимеразной цепной реакции «Практическое здравоохранение». В начале 2000-х занимался организацией первого в стране Центра протеомных исследований при НИИ биомедицинской химии имени Ореховича. С 2006 года по настоящее время профессор Говорун заведует кафедрой молекулярной и трансляционной медицины в Московском физико-техническом институте и руководит лабораторией протеомики в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчини Коваран. Вадим Маркович Говорун – автор более 240 научных статей, ведущих в международных и отечественных журналах, а также 10 патентов на изобретение. Я приветствую Вадима Марковича Говоруна в нашей студии. Здравствуйте. Мы и микробы – тема нашей сегодняшней программы. И речь пойдет не о необходимости мыть руки перед едой, хотя это тоже важно. Но в той или иной степени все многоклеточные организмы сосуществуют с микробами. И человеку на его эволюционном пути было не избежать этой участи. А вот насколько актуально изучение вот этого сосуществования, мы узнаем в этой программе и свидетельствуют о важности этих исследований. Например, новости. Такие новости, как три месяца назад опубликовала администрация Белого дома информацию о последней в президентстве Барака Обамы инициативе в области науки. И называется она «Микробная инициатива» о всесторонней поддержке исследований сообществ микробных, населяющих почву, населяющих человеческий организм. И еще за некоторое время до того непродолжительное в ведущих научных журналах Nature и Science было опубликовано воззвание одновременно в один день, опубликовало полсотни ученых, микробиологов, тоже воззвание всесторонне изучать микробные сообщества, населяющие человека, как очень важный фактор здоровья. Это была названа глобальная микробиомная инициатива. Но в России тоже эти проекты находят поддержку. И есть на то основания, в чем мы сейчас убедимся. Пожалуйста, вам слово, Владимир Маркович. Да, уважаемые коллеги, слушатели и зрители, собственно, уже в названии моей лекции представлены некие двусмысленности, или можно сказать даже ошибки. И это свидетельствует о таком очень строгом антропоцентрическом подходе в оценке того, как и кто нас населяет. Мы, микробы, не совсем верно. Потому что на самом деле микробы представляют собой неотъемлемую часть нас, точно так же, как хорошо узнаваемые врачами органы, ткани, клетки, о которых уже в рамках этого телевидения и в рамках курсов стандартного и нестандартного медицинского образования многие не только слышали, но и интенсивно изучали. Так вот, микроорганизмы, об этом скажу немножко попозже, такая же неотъемлемая часть нашего тела. И поэтому в разных языках это ученые, а потом и практические деятели пытаются сформулировать некоторым образом. Ну, говорят, например, о суперорганизме. Или говорят о том, что мы представляем собой такую сложную экосистему, что, в общем-то, не ново. Надо сказать в самом начале, что, несмотря на уже более чем современную десятилетнюю историю изучения взаимоотношений и того, что называется микробиота человека, эта история очень далека от своего завершения. Потому что количество непознанного и непонятного совершенно существенно больше, чем то, что удалось открыть. Хотя результаты потрясающие. В общем, уже один из основоположников изучения взаимоотношений между микроорганизмами и кежейственной стенкой и вообще целым организмом человека Джеффри Гордон был номинирован на Нобелевскую премию. Пока это не увенчалось присуждением премии, но, тем не менее, это говорит о серьезности тех научных результатов, которые уже получены. И насколько мы далеко продвинулись в понимании этих взаимоотношений. Для начала я расскрою тезис о том, что такое микробиоты и почему так сложно, если отличься от антропоцентризма, определить кто, как и с кем взаимодействует. Дело в том, что, как следует из этого слайда, количество клеток микроорганизмов, которые населяют наше тело, существенно больше, чем количество клеток, из которых состоит наше физическое тело. Если быть точным, то количество микробных клеток примерно на порядок больше всех клеток организма человека. Это живет внутри нас. На самом деле, строго говоря, микробиота, если отсепарировать содержимое нашего кишечника, всех слизистых, кожных покровов, где наибольшее количество микроорганизмов, примерно весит около 2 килограмм. То есть это сопоставимо у некоторых индивидуумов с висом головного мозга или даже с печенью, то есть с самыми крупными органами, которыми славится наше тело. То есть это очень крупное образование. Другая проблема, что в отличие от большинства анатомических органов человека, микробиота очень плохо изучена, и она довольно вариативна. Она варьирует от человека к человеку, от состояния человека. И вот, на мой взгляд, самая главная мистерия, которую и врачи, и обыватели достаточно плохо осознают, предпринимая те или иные действия, этому будет посвящена вся моя лекция, то есть как из нормального физиологического состояния, которого мы не ощущаем. Мы переходим в патологическое, и сколь скуден современный медицинский арсенал методов, который может вернуть вот это патологическое состояние микробиоты обратно. Можно уточнить понятие, когда мы говорим микробиом, микробиота, здесь вот не случайно у вас написано кишечника, мы подразумеваем микрофлору кишечника, потому что там их больше всего. Да. Именно поэтому. Потому что микробиота есть и в ротовой полости, в вагинальной сао есть, да, какая-то флора, еще где-то. Да, конечно. Ну, здесь, опять же, есть масса такой работы, которой я не занимаюсь, это, значит, все-таки уточнение терминологических вот этих вот, дефиниций, да. Но дело в том, что ротовая полость, это часть желудочно-кишечного тракта. Как и носоглотка вся. Но, безусловно, большая часть, или подавляющая часть микроорганизмов заселяет наш желудочно-кишечный тракт. Хотя аналогичное изучению микробиоты желудочно-кишечного тракта консорциума и инициатива сформулированы и для урогенитального тракта, и для кожных покровов. И скажу больше, на самом деле, очень много микроорганизмов являются курсирующими. Предстоит еще выяснить пути передачи вот этих вот микроорганизмов. Попадания, да. Происходит ли это через кровь или какими-то другими способами. Есть разные гипотезы. Это отдельно. Но, да, эта тема очень большая, поэтому я бы хотел сегодня рассказывать исключительно о том эфемерном состоянии балансов, которые когда-то человечество обладало в полной мере и совершенно не задумывалось об этом. Хотя история некоторых медицинских экзекуций очень стара. Мы об этом поговорим в конце. И о том, как в современную эпоху, казалось бы, мощного индустриального развития медицины и вообще развития среды обитания человека, эти балансы повсеместно в развитых странах нарушаются. И вот когда они нарушаются, то люди испытывают не просто дискомфорт, нарушаются практически все аспекты физиологии организма. Это приводит к старению, к ускоренному старению, к развитию множества патологических состояний, причем не только в желудочно-кишечном тракте, но и дистанционно, это и аллергические реакции, которые распространены повсеместно, и так далее. Но вот это немножко забежали вперед. Сейчас я скажу сейчас о том, что все-таки очень важный вывод, его можно сейчас уже найти практически повсеместно, но когда-то это было такое большое открытие, что в нас того, что уже каталогизировано, в 10 раз больше, чем наших собственных клеток. Поэтому, когда мы возвращаемся к моему первому слайду и к названию, мы это делаем с небольшим таким сарказмом. Мы и микробиоты выглядят примерно как слон. Я и эпоха, да. Как слон, и как птичка маленькой калибре, и все остальное. Просто в связи с тем, что объем каждой микробной клетки намного меньше, чем объем соматической клетки человека, вот такая разница, скажем так, в размерах. Но самое удивительное даже не это. А следующая строчка говорит о том, что еще больше, чем разница не в количестве этих бактерий, а в количестве генов, которые эти бактерии несут. То есть, если посчитать, ну сейчас уже геном человека достаточно неплохо аннотирован, по крайней мере, структурная его часть. И, в общем, видно, что количество генов бактерий в 100, а то и даже в 300 раз больше, чем количество генов, которые работают в нас, обеспечивая нашу жизнедеятельность. Другой вопрос, что они в разные периоды времени включаются, выключаются, бактерии по-разному, настраивают само себя в этих сообществах. Но генов в 100 раз больше. Это тоже полезно знать. И полезно, отсюда следует довольно простой вывод. То есть, эти гены что-то делают. Они участвуют в ферментативных реакциях, разлагают непереваренные останки пищи, синтезируют какие-то компоненты и выделяют их в просвет. И тут же это всасывается слизистой. То есть, речь идет, конечно, о том, что физиология организма, микроорганизмы, которые являются частью этого организма, являются очень существенной, не только представительской функцией, но и трофической функцией, регуляторной функцией и так далее. А состав микробиоты... Мы уже перешли к тому, что, вследствие того, что так много генов, функции микробиота, которые только изучены, очень многообразны. Они вот здесь представлены. Значит, практически все то, что мы можем сказать, и что студенты-медики учат на курсах биохимии, нормальной физиологии, делают и микроорганизмы. Они синтезируют различные витамины. Очень много биологически активных веществ, ну, некоторые примеры я приведу чуть дальше, они участвуют в различных обменных реакциях, в том числе и в реакциях детоксикации, потому что, к сожалению, последние сто лет и переход на промышленное питание сделали необходимым дополнительные функции в нашем теле, которые наряду с печенью и другими важными органами детоксицируют, то есть разлагают или инактивируют те яды и токсины, которые поступают к нам из разных источников, с водой, с пищей, с воздухом и так дальше. Но есть функции так называемые локальные, это поддержание в спокойном, функциональном состоянии, собственно, самого состояния кишечника, в частности его слизистой, потому что, опять же, если посмотреть на статистику, то за последние 50 лет не просто драматически, а взрывообразно выросло количество заболеваний кишки. Это и различные онкологические заболевания, они сейчас лидируют в структуре онкологии, рак толстой кишки постепенно в развитых странах занимает уверенное первое место, отрываясь. Но это еще и воспалительные заболевания, болезнь крона, об этом мы поговорим позже, я приведу просто статистические примеры его увеличения, неспецифические язвенные колиты. То есть, налицо факт нарушения, дисбаланса, который не присущ отдельным индивидуумам в популяции и является спорадической функцией. Вроде бы, мы имеем парадокс, питаться население стало намного лучше, недостатков питания нет. Горазнообразнее. Гораздо все разнообразнее. А на выходе мы имеем практически у каждого человека те или иные признаки дисфункции. И оказывается, это первый раз было отмечено как раз работами группы Джеффри Гордона, что не всегда это зависит от того, какое количество пищи человек принимает, даже какое количество калорий поступает с этой пищей. Потому что, на самом деле, в зависимости от ферментативных свойств микробиота или отдельных классов бактерий, родов и видов, можно разлагать те компоненты пищи, которые ранее традиционно считались неперевариваемыми, неусвояемыми, и поэтому спокойно выходили с экскрементами. Таким образом, люди, в общем, сейчас уже довольно уверенно объясняют старую поговорку, что кто-то полняет прямо из воздуха. На самом деле, это означает просто то, что бактерии, извлекая дополнительные калории, еще и делятся с организмом, ну и наступает ряд процессов, которые приводят к ожирению. Я напомню, физиология, потому что, как показывает моя практика общения с многими врачами, даже с теми, кто занимается гастроэнтерологией, она частично утрачивается. Это нам будет полезно, чтобы понимать, как это все функционирует. Здесь является важным довольно много моментов, которые позволяют, Марина, отвечать на ваш вопрос, почему в основном изучаются микробиоты кишечника, дистальных отделов, а не проксимальных. Дело в том, что если посмотреть на это с точки зрения химика, я по образованию биохимик, то наш желудочный кишечник и тракт довольно уникальная конструкция, как и все органы, впрочем, и ткани нашего организма. Вот до дистальных отделов, это тонкий кишечник и желудок, такие большие химические реакции. Реактор, сама природа озаботилась тем, чтобы создать там относительную стерильность, чтобы на самом деле клетки и ткани нашего организма не очень-то делились теми питательными соединениями, которые наши далекие предки добывали с большим трудом путем охоты и собирательства. Тогда были времена, когда у человека не было такого достатка в пище, и требовалось большое количество не только когнитивных функций, но и просто энергетических затрат, чтобы добыть очередную порцию для пропитания. Так вот, в силу этого кислотность, как здесь сказано, кислотное содержимое желудка, и это очень важно, отсутствие кислорода в тонком кишечнике делает не очень благоприятным для роста и размножения микроорганизмов эти два максимальных отдела желудочно-кишечного тракта. То есть, это фактически почти совершенная, такая вот змееподобная, химическая протяженная колея или тракт, где с помощью ферментов и с помощью химических факторов, ну, в частности, кислотности, и обязательным образом с помощью специальных сильных детергентов, куда относятся все холиевые кислоты, выделяемые желчью, происходит собственный процесс пищеварения. Организм питается тканей клетки организма за счет вот своих ферментативных систем, выработанных в ходе эволюции, могут переваривать комки пищи и извлекать оттуда легко усвояемые метаболиты. Как известно, это жиры, аминокислоты или короткие пептиды, там, Ди-3 пептиды и углеводы. Вот быстрые углеводы, как правило, утилизируются собственной ферментативной системой. В толстый кишечник попадает уже, собственно говоря, то, что не переварилось. Причем эта система удивительным образом, не только механически за счет перистальтических фон, но и химически зарегулирована. А вот желчь является очень токсичным продуктом для микроорганизмов. И если бы в дистальных отделах, простите, тонкой кишечнике, в месте его перехода в толстый кишечник, не было бы почти полной реадсорбции желчи, а это обязательно происходит, то бактерии бы просто погибали. Есть такие заболевания, когда возникает синдром дисфункции реадсорбции и наступает на расстройство стула. Это очень грозное заболевание, потому что помимо гибели почти всех микроорганизмов в нижних отделах желудочно-кишечного тракта происходит еще и довольно высокая малигнизация, вероятность малигнизации. Желчь токсично давит на мутационные процессы в клетках, и поэтому там возникает новое образование. Поэтому организм за этим очень следит. То есть на самом деле цель этого слайда показать, во-первых, это нарисовано справа, что верхние отделы желудочно-кишечного тракта слабо обсеменены, это сделано не случайно. И если, например, по каким-то причинам в иллюме, то есть в районе тонкого кишечника возникает так называемый синдром избыточного роста, то это сопровождается с очень большим количеством патологических реакций. Бактерии не только поедают легкоусвояемые метаболиты, они еще выделяют большое количество токсинов, которые тотчас же всасываются в кровь и поступают в организм. И поэтому это регулируется специальным образом. Значит, желудок представляет собой кислотный барьер, пища стала тщательным образом обрабатываться только в последнее столетие. До этого большинство людей, в общем, не уделяли к этому никакого внимания. Более того, иногда, поскольку были дефициты пищи, нижние социальные слои поедали пищу уже с преобладанием гнилостных процессов, то есть просто с бактериальным ростом. Никуда было деваться. Но кислотность желудка довольно неплохо с этим справлялась. То есть лизоцимы, то есть ферменты, которые выделяются в ротовой полости, обладающие высокой антибактериальной активностью кислотности, и некоторые другие факторы иммунной системы, которые мы сейчас передаем, довольно чётко и жёстко контролировали процесс размножения. А в толстый кишечник, где ПАЖ приближается к нейтральным значениям, где на самом деле уже не такая низкая концентрация кислорода, да, я забыл ещё сказать, что есть ещё механические способы регулирования. То есть тонкий кишечник зажат двумя сфинктерами. Сверху и сфинктером снизу, то есть он заперт. Таким образом, напряжение кислорода там очень низкое. Поэтому бактерии, если размножаются, то либо довольно медленно, потому что там в основном живут всё-таки, так скажем так, микроэрофилы, то есть бактерии, которые не очень легко переносят полный анаэробиоз, либо анаэробные бактерии, которые не обладают, скажем так, высокой представленности. Совсем другая история, когда всё это переходит в нижние отделы, и тут выживает большое многообразие бактерий, более того, бактерии эти представляют очень тонкую интимную кооперацию друг с другом. А когда исследователи начали изучать колонизацию, и поменялась методическая база или арсенал, потому что ясно, что до середины 90-х годов прошлого столетия это были в основном микробиологические методы, что выращивали на искусственных средах, то и, собственно, принималось за многообразие. Надо сказать, что это не такое уж и маленькое количество микроорганизмов. Примерно к тому времени микробиологи вырастили около 80-100 разных видов. Но вот когда появились методы, которые манипулируют с нуклеиновыми кислотами, сначала это были простые гибридизационные технологии, потом появились технологии секвенирования, исследователи увидели потрясающее многообразие видов. То есть, на самом деле, оказалось, и сейчас это уже, так сказать, где-то цифра приближающаяся чуть ли не к 2000, но довольно быстро было идентифицировано более полутора тысяч видов микроорганизмов, населяющих наш желудочно-кишечный тракт. Ну, в основном, конечно, как я уже сказал, толстокишечный, толстокишку. И в этом случае, значит, как тоже уже было упомянуто, их количество, ну, конечно, было очень высоким. То есть, на самом деле, когда посчитали в штуках, то оказалось, что это невероятно, там, 10-14-15 микроорганизмов. Вот я даже не сейчас не вспомню сразу ту приставку, которая должна быть, значит, чтобы такое количество обозначить. Ясно, что много. Скажу сразу, что этот процесс каталогизации микроорганизмов, ну, здесь я, как микробиолог, точен, он не закончен. Большая проблема это идентификация бактериальных вирусов, которые называются бактериофагами, потому что здесь нет такого совершенно развитого аппарата идентификации, который был развит для микробов. Ну, для врачей это не так принципиально, но, поверьте, что это довольно сложная задача точно угадать, к какому виду относятся микроб. Если род, то есть, более обширная классификация, удается сразу, то видовое многообразие до сих пор еще уточняется. А с вирусами или с бактериофагами ситуация обстоит гораздо трагичнее. Никто точно не знает, сколько там бактериофагов. И когда мы говорим о балансах, то есть, о размножении разных видов микроорганизмов, вот в пределах этого консорциума, то бактериофагия, безусловно, играет одну из ведущих ролей. И совсем... Они регулируют соотношение, конечно, но это баланс, они регулируют баланс. И они, естественно, и совсем плохо обстоят дела с простейшими. Ну, то есть, известно, медицинские значимые простейшими микроорганизмы, но это далеко не тот полный список, который наверняка там находится. Значит, какие бактерии были раньше, то есть, когда все это происходило на уровне посевов, и как все это эволюционирует? Ну, я должен об этом сказать, потому что есть некоторые вещи, которые обыватели некоторым даже поражают. Вот здесь вот такая типовая табличка, она взята на самом деле из одного из учебников или там из одного из статей, где приведены некие такие типичные анализы на дисбактериоз, термин не совсем в современной литературе привлечаемый, даже в российской литературе, ну, может быть, только когда речь идет о новорожденных детях, вот там это более-менее правомочно, когда происходит становление микробного сообщества. У взрослых это, конечно же, неприменимо. Видно, что подавляющее большинство микроорганизмов это бифидомбактерии и потом постепенно вот происходит уменьшение, да, то есть все остальные микроорганизмы находятся либо в совсем исчезающих количествах, но если посмотреть, 10-10, 10-4, 10-3, это в миллион раз меньше. Меньше всего не ферментирующих, что понятно. Либо должны быть совсем в маленьком количестве, но это не значит, что их функциональная роль столь мала, сколько они присутствуют, потому что есть такое понятие, теперь уже, когда стали изучать функциональные смыслы наполнения кишечника, так называемая географическая анизотропия. То есть некоторые бактерии, например, рода кластридий, они могут селиться около формирующихся новообразований. И виды кластридий не очень представлены в бактериальном портрете, но на самом деле они очень патогмоничны тем или иным патологическим процессом, запуская и потенцируя его. А другие бактерии они находятся просто в таком среднестатистическом размазанном состоянии и, в общем, представляют собой нормальную флору. Скажу сразу, это тоже довольно важно, потому что об этом редко сейчас упоминают, что когда мы говорим о микробиоме кишечника, то разные исследователи, ну и поэтому врачи, должны понимать, что это тоже очень структурно-гетерогенное понятие. А вот все, что хорошо изучено к настоящему моменту, это микробиом так называемого просвета. То есть надо понимать, что поступает пища, то есть останки недопереваренной пищи, в основном это разветвленные полисахариды, которые в большом количестве содержатся в растительной пище. И там бактерии, обладая большим количеством набором, арсеналом ферментативных активностей, ферментов, белков, эти разветвленные полисахариды, которые наши амилазы и прочие сахаразы не могут разрушить, деградируют и потом как бы кидают на потребу толпе. То есть уже частично расщепленные полисахариды достаются всем остальным. А степень кооперации, я здесь упомяну, чрезвычайно высока. Нередко в наших кишечниках содержатся метанопродуцирующие бактерии, которые выделяют газообразный метан, но это может быть не так удивляет, но даже атомарный водород. И тут же эти газы выделяясь, поглощаются, потому что, если бы этого не происходит в тех или иных метаболических цепочках. Ясно, если бы этого не происходило, то многие процессы газообразования приводили к каким-то микровзрывам, разрушениям и так далее. То есть степень кооперативности и участия разных микроорганизмов в том, что называется доедание на пище, которую мы потребляем, как носители их, она чрезвычайно высока. И это предстоит понимать, потому что эти цепочки до конца не достроены, и значение присутствия этих микроорганизмов в общем не понят. Если вот здесь видно, что здесь не так много видов микроорганизмов, тем более, что здесь часто представлены даже не виды, а их рода. Но если посмотреть на секвенирование, то есть это то, когда началась революция, то мы увидим сразу гигантское разнообразие. Самое занимательное, что эти разнообразия не всегда четко совпадают. Вот это вот такая методическая проблема, которую еще предстоит решить, потому что, как всегда, новая революционная, хотя это уже относительно новая, то есть методы секвенирования используются больше 15 лет для каталогизации микрофлоры, предстоит привести к нашим традиционным знаниям, потому что микробиоты кишечника люди изучают уже, наверное, больше 100 лет. И их нельзя выбрасывать, там сделаны очень много наблюдений, которые, собственно говоря, лежат в основе терапии, в основе коррекции, в основе профилактики. Ну, как тут Мечникова не вспомнить. Сейчас мы об этом поговорим. Сейчас мы об этом поговорим. А теперь о том, что мы ломаем. То есть, кроме вот такого чрезвычайно выраженного кооперативного эффекта существования самих микроорганизмов, как я сказал, в просветной микрофлоре. То есть, это микрофлора, которая питается и потребляет останки пищи. И она с таким же успехом, как значит, вот размножается, с таким же успехом элиминируется за счет экскрементов. Были специальные эксперименты, которые показали, что большая часть микроорганизмов, которые мы выделяем в экскрементах, на самом деле мертвы. Причем, это сделано было достаточно методически корректно, но около 80% бактерий представляет собой уже просто ну, тыла микробов. Это происходит по разным причинам. Ну, во-первых, потому что на самом деле бактерии претерпевают кислородный удар. Надо помнить, что при всем при том, там хоть в кишке и не полный значит, она рыбилась, но тем не менее парциальное давление кислорода существенно ниже, чем в атмосфере. И, попадая в атмосферу, бактерии просто сгорают в ней, да, они не так приспособлены. Второе, это останки желчных кислот, которые концентрируются в самых дистальных отделах кишечника и таким образом служат естественным стерилизатором. То есть, микробное сообщество заботится о том, чтобы обсемененность окружающей среды была не такой значительной, как это может показаться. Но если представить, что только человеческих особей на планете уже больше 7 миллиардов, а есть ведь и другие особи, в которых тоже есть микробиоты, мы бы, наверное, имели гораздо большую представленность в микроорганизме на Земле, чем сейчас. Бактерии гибнут, также гибнут. То есть, даже этот процесс определенным образом отрегулирован. Но самым интересным и сейчас наиболее интенсивно изучаемым является так называемое интимное взаимоотношение микроорганизмов с клеточной стенкой, то есть, со слизистой поверхностью кишечника. И это совсем не просветная микрофлора. Это микрофлора пристеночная. И вот, например, я всем рассказываю этот анекдот про себя, как я увлекся изучением микробиоты. Когда я прочел первое сообщение о том, что в нашем организме примерно 2 килограмма микроорганизмов, будучи человеком, наверное, чрезмерно впечатлительным для научного сотрудника, я представил себе, что эти микробы контактируют всего лишь с одним слоем эпителия, потому что эпителия в кишечнике однослойная. Я не мог понять, каким образом такое огромное, но просто невероятное, почти вселенское количество микробов не вызывает, например, каких-то воспалительных заболеваний за барьером. Как это все мирно сосуществует всего лишь при наличии одного слоя. И я стал спрашивать гластроэнтерологов о том, как это все устроено, как поддерживается стерильность слизистой, почему мы не погибаем от такого системного бактериального воспаления, если столько бактерий размножается внутри нас. Как ни странно, от практических врачей, даже высоко квалифицированных, я не получил никакого ответа. Мне пришлось садиться за учебники по современной по физиологии. Я понял, что что-то понятно, что-то уже изучено, но далеко не все. Дело в том, что этот однослойный эпителий выделяет большое количество белка, называемый муцин, в разных отделах желудочно-кишечерственного тракта. Это разные муцины. Но муциновый примерно в 2-5 раз толще или длиннее, чем длина клетки эпителия. Этот муцин течет, то есть муцин стекает по поверхности слизистой и выделяется также с экскрементами, постоянно обмениваясь. Но структура муцина, эти белки представляют собой гликопротеины. Углеводная часть очень похожа на пустовой структуре на клетчатой стенке бактерий. Поэтому бактерии имеют там специальные бактерии в среду для того, чтобы с одной стороны взаимодействовать с клетками слизистой и с клетками иммунной системы, которая находится под слизистой, а с другой стороны формировать там колонию, не пускать туда чужих. Поэтому в быту и врачи, когда оценивают устойчивость того или иного желудочно-кишечного тракта, говорят, у этого человека крепкий желудок, он очень толерантен, он может есть грязные фрукты и так далее, с ним никогда не бывает расстройств. На самом деле это очень комплексное явление и оно очень хорошо зарегулировано. То есть, в нём участвует как собственная иммунная система, она распознаёт чужих микроорганизмов, я сейчас об этом буду говорить, но с другой стороны участвуют свои бактерии, которые, находясь около слизистой поверхности в виде микроколоний, не пускают даже те микроорганизмы, которые размножаются в просвете, то есть, просветную микрофлору. Ну, то есть, он правильно заселён этот человек. Не просто прав, он ещё очень правильно структурирован. Мало заселить, нужно ещё очень правильно разместить. Да, отструктурировать эту историю. И существует очень древняя система, на самом деле это называется врождённый иммунитет или врождённая иммунная система, которая с помощью специальных рецепторных белков, они называются тол-лайк рецепторы, распознаёт так называемые сигнатуры в бактериальных частях, ну, это сигнатуры в клетчатной стенке, антигенной или какие-то ещё. И таким образом либо даёт сигналы для активации иммунной системы, как здесь нарисовано, либо наоборот говорит, что это свои. То есть, работает универсальная система, уникальная система распознавания свой-чужой. Надо сказать, что иммунологи до конца не понимают, как, например, та же самая кишечная палочка, отличающаяся, например, на одну плазмиду, то есть, на небольшое колечко ДНК внутри неё, который кодирует пару антигенов. Может быть, распознана с ювелирной точностью, как чужая, и возникает активация иммунной системы. Это ещё предстоит разобраться, но общие принципы того, как дискриминируются свои чужие, уже, в общем, понятны. Причём, как и в случае с кооперацией микроорганизмов, это очень отстроенная и очень сложная система с многократным дублированием. Вот почему я в начале своего выступления сказал, что её не так просто сломать, но поломки на разных этапах приводят к таким последствиям, где врачи, к сожалению, на сегодняшний момент могут только палеотивно облегчать страдания больного, но они не могут это регулировать, возвращая вспять развитие заболевания. Увы, это так. Так вот, на самом деле, иммунная система, первые барьеры распознавания, это тол-лайк рецепторы, и они, причём, есть не только на иммунных клетках, но они есть ещё и на клетках эпителия, они просто немножко по-другому называются, но суть одна и та же, это система распознавания своего и чужого по каким-то общим профильным антигенам этого чужого и своего в контексте микробного заселения. Вот я уже сказал, когда мы говорили о различных процентах и представленности разных микроорганизмов в кишечнике, что их значимость может быть очень разной. Ну, одна из моих групп занимается бактероидами, и вот есть такой бактероид, он называется бактероидис фрагелис. Бактероидис фрагелис очень интересные бактерии, но бактероиды вообще очень распространённая группа микроорганизмов, которые находятся в просветной части кишечника, но они есть, вот как раз составляют часть тех колоний, которые представляют собой первую универсальную бактериальную защиту кишки от интервенции чужого. И бактероидис фрагелис находится в очень небольшом расстоянии от поверхности эпителиальной клетки и выделяют специальные вещества. Эти вещества называются липосахариды, не путаются с липополисахаридами, липосахариды А, которые на самом деле взаимодействуют с тол-лайк-рецептором второго типа, и вот такое взаимодействие свидетельствует о том, что в кишечнике всё хорошо, это как бы успокоители, то есть иммунная система при этом останавливает своё действие, и присутствие этих бактероидов носит явно выраженный противовоспалительный эффект. Но тот же самый бактероид фрагелис, если он начинён специальными генами, которые кодируют токсин, называется это фрагелизин, довольно грозное оружие, и вот сейчас стали появляться публикации, как раз мы этим тоже занимаемся, что он может существенным образом, этот токсин выделяясь в пристеночном слое, модулировать физиологию клетки и способствовать развитию провоспалительных синдромов, в частности, которые приводят к развитию болезни крона. Ну, вообще фрагелис, насколько я помню, поправьте, если я ошибаюсь, вообще какая-то мультифункциональная такая штука, по-моему, с её помощью была выделена бактерия, которая нуждается в гамаминной масляной кислоте, и она зависела от наличия, от присутствия, и в том числе и фрагелис тоже. Это называется бактериоз ТАУ. Я не произнесу полное название, поэтому микробиологи говорят бактериоз ТАУ, ТАУ-ТОМИКРОН. То есть, там сложные какие-то у них между собой взаимоотношения, а всё завязано на нейромедиатор, вообще, регулятор настроения, то, что называется, это нейромедиатор тормозного типа, от которого зависит психическое состояние человека. Да, но мы сейчас разобрав, что мы ломаем, возможно, в конце, если вы не зайдите время, поговорим о такой модной теме, которая называется в англоязычной литературе «GOT TO BRAIN ACCESS». Это уже о так называемых дистанционных влияниях наших микробов, я говорю наших, или микробов нашего тела, на различные аспекты, не только поведенческих особенностей, но и на аспекты вообще физиологии. Вот этот «GOT TO BRAIN» мы оставим на постскриптум, хотя у меня там было заготовлено нечто другое. Потому что большая и большая... Ну, не большая, мы коротко хотя бы обозначим эту тему. Мне бы хотелось сегодня просто, чтобы вследствие моего выступления у врачей возникло хоть какое-то понимание того, сколь с грозными и сколь сложными историями они иногда имеют дело, общаясь с пациентами и как, мы сейчас опять же будем к этому переходить, например, используя антибактериальные препараты массово, назначая те или иные другие лекарственные соединения или те или иные виды диет. Они, как маленькие дети, курочат, я не побоюсь этого слова, вот эту достаточно элегантную и сложно устроенную систему взаимоотношений и балансов. Ну, у вас есть об этом, давайте мы будем двигаться вперед. И так дальше. Ну, кроме вот такого системы иммунологического распознавания, есть довольно старая тоже система, которая тоже относится к врожденному иммунитету, система, связанная с так называемыми антимикробными пептидами. То есть, кишечник, клетки кишечника, клетки лимфоидной ткани, которые находятся сразу же за слизистой кишечником, они там были нарисованы, в частности, локализованы в первых бляшках или в других скоплениях иммунологических клеток под слизистым эпителием, выделяют большое количество различных веществ, которые можно отнести к древней системе, обладающей выраженным антимикробным воздействием. Вообще, в каком-то смысле, кроме таких антимикробных пептидов, есть еще масса каналов коммуникации, когда клетки нашего тела, которые кодируются нашим геномом, наверное, знают, будучи слепыми, незрячими, что происходит около них. И выделение антимикробных пептидов, их физиологический статус, то есть, насколько микробы заботятся о том, чтобы клетки были сытыми, и их ничто не раздражало. Это вот такая одна из краеугольных камней этой регуляции, то есть, настройки взаимоотношений между микробами и колоноцитами, то есть, клетками кишки. И значит, здесь я пропущу несколько слайдов, мы потом к ним вернемся, мы перейдем к метаболитам. Вот здесь специальным образом выделены три очень простых химических соединения, которые на самом деле в валюте или там в взаимоотношениях играют, пожалуй, решающую роль. Их функции были известны довольно давно из курс биохимии. Но вот некоторые особенности, особенно бутерата стали понятны совсем недавно. Более того, существенным является не просто их концентрация, а соотношение. Вот ацетат, пропионат и бутерат это так называемые короткие жирные кислоты. Это С2, С3, С4 жирные кислоты. Вот ничего больше. И можно, посмотрев в учебнике биохимии, найти массу метаболических путей, которые приходят в их образование. Вся драма заключается в том, что в кишечнике их делают микроорганизмы. Если по каким-то причинам бутерата, бутерат является универсальной валютой, с помощью которой кишечник знает, что сообщество микроорганизмов на самом деле сбалансировано правильно и оно заботится о своем хозяине. Бутерат, выдача бутерата, то есть на самом деле поступление бутерата к клеткам, которые выстилают слизистую кишечника, и есть залог благополучия кишки. Потому что бутерат обладает выраженной антивоспалительной активностью, он обладает на самом деле пролитеративной активностью, и он, я этому акцию знает, является основным горючим, на котором живут клетки кишечника. Они снабжаются, в отличие от других клеток и тканей нашего организма, за счет микроорганизмов, а не за счет кровеносых сосудов. Поэтому, если бутерата очень мало, то есть соотношение между ацетатом, пропенатом, бутератом меняется в сторону ацетата, возникает выраженный воспалительный синдром. Начинается массовая гибель полезных бактерий, и на самом деле дальше мы имеем определенным образом большие множественные изменения, сначала в виде каких-то синдромов, а потом в виде органического поражения. Образуются язвы, различные другие проявления воспаления и так дальше. Кроме этого, микробы, как здесь нарисовано в первой части продуцируют так называемые незаменимые аминокислоты. Без них жизнь наша невозможна. Наш геном и наш метаболизм наверное не случайно сделан так, что мы не можем самостоятельно сделать то, что нарисовано наверху. Это почти половина из 20 аминокислот, которые нам необходимы как строительные элементы для синтеза наших белков. У нас только два способа. Либо все их получать из питания, то есть каким-то образом рационализировать питание, либо использовать микроорганизмы. Здесь в каком-то смысле происходит многократное дублирование наших трофических потенций. То есть и то, и то у современного человека. У современного есть и то, и то. Потому что и курицу все едят с метионином. Да, но если больше поступает все-таки этих аминокислот извне, то флора за ненадобностью начинает деградировать. Да, там же механизм обратной связи, конечно. Конечно, деградировать. А деградация флоры обуславливает появление довольно большого количества либо условно патогенных, либо просто патогенных микроорганизмов. Все это место пусто не бывает, и их место занимают... Балансы. Особо скажу о вот таком синдроме, который, к сожалению, тоже приходится в силу развитости общества и пренебрежения у многих людей средиземнорусской диетой. приходится встречать в клиниках, когда люди потребляют избыточное количество белковой пищи, которая может быть явным источником этих незаменимых аминокислот. Мы помним предыдущие слайды, где я рассказывал о химической природе в химическом назначении верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Но когда в силу ряда конститутивных особенностей либо у пациентов, либо просто у людей, которые не считают себя пациентами, происходит переизбыток, переизбыточная нагрузка белковой пищи, это опасно не только тем, что происходят метаболические сдвиги, которые вызывают подагру и другие заболевания обмена, но это опасно еще и вот чем. Силы наших ферментов не хватает, чтобы расщепить белковые продукты до, ну, как минимум, там, три пептидов, а лучше до аминокислот. И часть белковых тел, то есть белков, начинает поступать в толстокишечник. Микроорганизмы, которые находятся в толстокишечнике, они не очень приспособны для того, чтобы разлагать полипептиды и белки. Как раз спектр протеаз там не такой высокий, потому что изначально специализация этого заселенного региона, как я уже сказал, разветвленной полисахаридой, остающейся в остатках пищи. И возникают процессы гниения, кодоверин, вот появляется большое количество вторичных и третичных аминов, обладающих очень высокими и канцерогенными, и токсическими индексами, и мы, потребляющие большое количество белковых продуктов, начинаем себя заниматься интоксикацией. Такой собственной интоксикацией. Поэтому, когда говорят о том, что надо ограничивать белковую пищу, особенно это происходит тогда, когда в силу возраста паш выделяемого желудочного сока уже повышается, не понижается, а повышается, он стремится к нейтральному, когда количество ферментов, которые мы можем сами выделить, тоже снижается, и люди хватаются за мизимы, за креоны и так далее, чтобы компенсировать ферментопатии. Вот это очень серьезная история, или некие этапы к дезрегуляции, к поломкам, к нарушениям очень стройной и очень правильно выраженной и работающей механики, которая находится под окном. Это происходит как бы и из подвала, потому что, когда это работает, это производит не слышно и не видно, и мы не отдаем себе отчета, и, естественно, и врачи тоже не думают о том, как функционирует эта сложная система, как работают перистатические волны, как очищается слизистая, как происходит замена погибающих клеток. Дело в том, что эпителия кишечника это самая быстро обновляющаяся ткань нашего организма. В течение пяти дней происходит полная замена всех клеток, если это работает нормально. Но по понятным причинам, если происходит интоксикация, клетки начинают делиться медленнее, а там возникают мутационные процессы, ну и дальше мы имеем вот эту вот лидирующую статистику по онкологии и так дальше. Поэтому, а сейчас, если говорить о трендах в изучении микробных сообществ, люди постепенно начинают переходить от каталогизации, то есть от просто аккуратной переписи, но это был неизбежный этап в изучении столь сложного явления, от сопоставления или там корреляции того, как разные репертуары микробов могут быть связаны с теми или иными заболеваниями, таких статей о взаимосвязи тех или иных микробов, статистической естественной взаимосвязи, надо понимать правильно, это совсем не директивное утверждение, что если так, то так, это всего лишь статистика, то есть некая вероятность наступления тех или иных заболеваний. Сейчас сахарный диабет и первого и второго типа, гипертензия, атеросклероз. Я говорю только о тех заболеваниях, которые локализуются вне желудочно-кишечного тракта. Практически любое заболевание так или иных уже сейчас изучено в контексте статистических взаимоотношений микробов и этой болезни. Но вот сейчас все смещается на самом деле в область механизмов, потому что понятно, если мы хотим вмешиваться, то есть исследователи уже понимают, сколько это сложная история, то инструменты должны быть очень защищенными, очень точными, без понимания подобного рода процессов до конца мы можем только навредить. Что собственно и делаем, бессознательно вводя большое количество новых продуктов, увеличивая потребление, то есть увеличивая колораж потребления и так далее. Ну там отдельная тема это эпидемия ожирения и современные методы борьбы с ними. Давайте перейдем к антибиотикам, это тоже инструмент модуляции. Давайте. Ну мы собственно к этому плавно подошли. А мы все части, были такие программы с моим участием, пищевой цепочки, потому что по понятной причине сами мы потребляли, как ни странно, это цикл, даже не цепочка, это мы все части пищевого цикла, я бы так сказал, потому что несмотря на то, что человек занимает и в умах занимается вершином этой пирамиды, но он много смертен, он умирает и дальше его поедают бактерии. Академик уголев когда-то, вот когда я начал заниматься, вспоминать, чем у меня учили в институте, поставил феноменальный эксперимент. Он взял два кролика, умертвил их и одного проавтоклавировал, а второго оставил таким, какой он есть. И он показал, что на самом деле значительную часть нашего разложения осуществляет собственные бактерии внутренние. Они нужны не только поэтому, чтобы мы нормально жили и функционировали, но они нужны нам после смерти, чтобы клетки нашего тела были нормы. То есть, не могильные черви? Нет. Наши микрорганили. Сами справимся. Более того, одна лекция недостаточно, но есть красивые гипотезы, которые говорят о том, что часть бактерий чувствуют приближение смерти, они эвакуируются специальным образом, перестраиваются и так далее, и так далее. Я не хочу сейчас отвлекаться от основной темы, а бактерии бегут с тонущего корабля. Они просто уходят, оставляя место тем, кто более эффективно будет разлагать тело, которое становится доступным. Мы часть пищевой цепочки. И когда открыли в 29-м году антибиотик, первый антибиотик венициллин, всем казалось, что все здорово, человечество победило инфекции. Это так действительно. Ну, сколько миллионов в жизни спасено. Конечно, с 45 лет средний возраст в 19-м столетии мы поднялись почти до 80-ти. Это во многом благодаря антибиотикам. Как любая мощная штука, антибиотики имеют, естественно, очень большую негативную сторону. И одна из негативных сторон заключается в том, что, к сожалению, какими-то лавинообразными темпами нарастает количество устойчивых микроорганизмов. То есть, человеческая медицина, и не только человеческая, но и ветеринарная, как тут написано, она теряет то временное преимущество, которое приобрело на протяжении последних 60 лет. Потому что, на самом деле, промышленное производство антибиотиков разных странах развито началось где-то в 40-х годах. Ну, в 40-50 лет. И более того, новые антибиотики появляются сейчас гораздо медленнее, чем к ним приобретается устойчивость. Но есть два выхода. Некоторые ученые призывают все дальше и дальше заходить в этой гонке. А второй выход, он уже продемонстрировал, надо очень аккуратно учитывать балансы и очень аккуратно назначать антибактериальные препараты и делать это таким образом, чтобы бактерии, которые несут геноустойчивость к антибиотикам, постепенно элиминировались. Потому что, по многим характеристикам, они проигрывают тем бактериям, которые этого не имеют. Тем не менее, антибиотики – это такой мощный молоток, с помощью которого и врачи, и мы сами, потому что не секрет, что можно пойти в аптеку и купить антибиотик без рецепта, что безумие. Что безумие, потому что считают, что антибиотик вроде бы это не сильно действующий препарат. Наносим себе существенный ущерб. Первая мишень в нашем организме, конечно же, луточный кишечный тракт. Вот все, что расстроено природой, что сделано так филигранно, красиво и так гармонично, начинает приходить в разрушение. И известные уже теперь опубликованные статьи, что дети, которые подвергаются, новорожденные, которые подвергаются ранним интервенциям антибиотиков, с подростковым возрасте, да и взрослые тоже, у которых по ряду обстоятельств это было либо неизбежно, либо необдуманно использовано, имеют существенно большие риски для развития болезни крона, специфического язвенного колита, диабетов. Вот буквально вчерашняя новость моделировали у мыши, диабет первого типа. Да, да, да. Просто это происходит, потому что, на самом деле, балансы становятся из гармонических, патологическими, и после этого это уже не балансы никакие, это динамично развивающийся патологический процесс. В чем тут фокус? И почему надо вот как бы к этому отнестись очень внимательно, и добровольный отказ от бездумного использования антибактериальных препаратов не всегда будет эффективен. Фокус заключается в том, что во всей цепочке, начиная от земли, сидит этот резистом. Ну вот совокупность генов, которые определяет устойчивый антибиотик, называется резистомом. Слово резистенция, устойчивый. И мы потребляем пищу, то есть мы потребляем животных, пищу, мясо животных, которые на самом деле получали антибактериальные препараты, и в силу этого бактерии, которые там остаются, или там остатки ДНК, они тоже содержат эти гены. То есть это как и в цикле существует передача. Промышленное питание без этого неизбежно. Хотя Европейский Союз, прекрасно понимая все угрозы, отменил, то есть не то, чтобы отменил, запретил использование антибактериальных препаратов, если не появится, изменяет в шестом или седьмом году. В нулевых годах это произошло в Соединенных Штатах Америки, несмотря на их довольно спокойное отношение к промышленному питанию. И сейчас идут дебаты о том, чтобы рассмотреть и Россию тоже. Потому что на самом деле угроза существенно больше тех очевидных экономических эффектов, которые можно достигнуть. Давайте подчеркнем антибактериальные препараты в сельском хозяйстве. Да, они точно такие же, они имеют другое название, небольшие модификации. Да, да, да. Но механизмы их приобретения устойчивости такие, и гены точно такие же. Плазмиды, собственно. Ну, плазмиды, гены на троспозонах. Да, конечно. Поэтому здесь, начиная от растений, от растительных фитопатогенов и кончая патогенами животных, ветеринарных патогенов и людей, и люди относятся к категории хищников. Собственно, эти мобильные элементы, они, собственно, в этом эффективность передачи. Ну, конечно. Поэтому вот в этой цепочке, как тут показано, антибиотики выглядят большим аларом, то есть угрозой, потому что они повреждают и делают это достаточно эффективно. Да. Ну, вот здесь, собственно, все приведено. Видно, сколько и как это происходит. И, конечно, сейчас говорят о том, что появились микроорганизмы, которые устойчивы, ну, практически ко всем известным антибиотикам. Так называемые супер-баги. Супер-баги. Вот. Которые, в общем, представляют реальную угрозу не только здоровью населения и жизни. Жизни. И депо, где все это локализуется, это тот же самый лучшийся к счастью. Поскольку там они находятся в состоянии хоть какого-то уравновешивания, но как только стоит организм ослабнуть, то есть вот тем системам надзора, о которых я частично уже упомянул, или там каким-то другим системам надзора, прекратить работать столь эффективно, они начинают размножаться. И внутри больниц, внутри больничной инфекции, в домашних условиях мы имеем осложненные формы инфекционных процессов. То есть инфекции, к сожалению, начинают возвращаться. Значит, как бы кроме вот такого косвенного действия, то есть накопления генов, которые в конце концов играют против нас в этих бактериях, мы имеем еще прямое действие, которое здесь показано. Потому что антибиотики, прежде всего, повреждают вот этот состав желудочно-кишечного тракта, микробный состав желудочно-кишечного тракта, и это, конечно, начинает влиять уже очень плохо. Что там происходит, и каковы эмпирические правила для использования антибактериальных препаратов? По счастью, для большинства, для однократного применения антибактериальных препаратов как минимум в течение 7 дней, если нет предшествующих вот таких вот разрегулируемых желудочно-кишечных репертуаров, это не так видно, то есть не так сильно повреждается микрофон. Но вот если это длительное применение, да еще со сменой антибактериального препарата, вот тогда наступает довольно существенное разрушение состава функционирования генов, который, к сожалению, часто не возвращается в обратное состояние. Врачи надеются на то, что нарушив такую систему, можно вернуть ее обратно, но на самом деле многочисленные осложнения говорят о том, что это не так, это не происходит. И классическим примером того, как это было понято через 20 лет, является история с хеликобактер пилой, тоже желудочным патогеном. хеликобактер пилори это обитатель наших желудков, часто он встречается после 30 лет, то есть в российской популяции это больше 90% инфицированных, но поскольку он ассоциирован с развитием аденокарциномы желудка и язвенной болезни, врачи рекомендуют его лечить. Лечение хеликобактер пилори это очень сложная антибактериальная терапия, как правило, четырехкомпонентная, есть два антибиотика и другие препараты, и хеликобактер пилори конечно уходит в ряде случаев, это не стопроцентная эффективность, но тем не менее высокая, но значительным образом повреждаются все нижестоящие отделы. И вылечив, например, хеликобактер, гастроэнтерологи сталкиваются с довольно грозными подчас осложнениями, которые локализуются уже дальше. Вот это яркий пример того, как и сейчас уже проведя все статистические данные, гастроэнтерологи пришли к выводу, что надо либо кардинальным образом менять такую терапию, то есть заменять это на более щадящую, пульсовую, аккуратную и короткую, либо специальным, прицельным образом подходить к механике, к эрадикации, потому что часто эрадикация ведет к гораздо более тяжелым последствиям. Теперь я расскажу немножко совсем, что у нас есть, то есть каков тот арсенал, которым врач может воспользоваться, чтобы хоть как-то компенсировать либо естественные нарушения, либо те нарушения, которые возникают вследствие того, что он вмешивается антибактериальным агентом. Но прежде всего, это, конечно, простая идея, это кормить тех микроорганизмов, которые остались после интервенции. Так возникают пребиотики, то есть те компоненты пищи, которые стимулируют развитие полезных микроорганизмов. Это старая довольно история, и она в общем довольно хорошо разработана. В силу отсутствия длительного времени, я не буду сейчас останавливаться на всех классах пре- и пробиотических препаратов, скажу только, что в разных странах это в той или иной степени коммерциализировано, а многие случаи применения, даже успешного применения, статистически не оправдывают себя, то есть они не доказали своей эффективности, но тем не менее люди к этому прибегают, потому что других инструментов не существует. Либо длительно сажать человека на специализированную диету, что происходит на самом деле, потому что известно, какие продукты стимулируют хотя бы частично восстановление флоры, либо использовать экстракты или чистые компоненты этой пищи, чтобы быстрее восстановить то, что есть. Причем под пробиотиками понимаются уже живые межорганизмы, но они, к сожалению, очень плохо приживаются. Смотри предыдущие слайды про иммунную систему. Иммунная система способна разгадать одиночные антигены. Ну да, свое, чужое, она поймет. Поэтому это кто таблетка, а кто свой. Честные исследователи пишут, что большинство пробиотических препаратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, на самом деле транзиторно там наводят порядок и потом уходят к магикане, оставляя за собой частично размноженные свои собственные микроорганизмы. Симбиотики это попытка сделать некое синтетическое средство, где соединены оба класса витальных компонентов, про и пребиотики. То есть, когда микроорганизмы попадают в организм человека уже с нужными компонентами для размножения. То есть, все несет с собой в чемодане, либо инулин, либо какие-то другие разветвленные полисахариды, которые стимулируют их рост. Чтобы просто эффект был длиннее. Ну и как бы здесь по понятным причинам основной упор в бактериях делается всего лишь на три главных группы. Это пропионокислые, очень устойчивые, древние бактерии, поэтому они хорошо переживают и кислоту желудка и попадая в кишечник сразу не погибают. Бифидумы бактерии достаточно слабенькие, их требуется очень много, и их эффективность показана только для детского периода нашего развития. Ну и молочнокислые бактерии, различные лактобактерии, которые на самом деле были первыми коммерчески выпускаемыми бактериями, лактобактериевым рамнозом, так называемый джи-джи-штамм. Он до сих пор еще используется и в общем его эффективность относительно показана. Не во всех исследованиях, но тем не менее. Вот так. Но это будет полезно на самом деле для развития, потому что здесь приведены все те компоненты, которые можно теперь прочесть на многочисленных интернет-страницах у врачей-диетологов и так далее. Как я уже сказал, главными компонентами, которыми стимулируют рост полезных бактерий, являются в основном растительные полисахариды либо их компоненты. То есть, если люди любят мясо или мясные продукты, то надо подумать о том, что нужно добавлять, чтобы наше сообщество, которое находится на мясо, все это выдержало. И здесь используется, например, лакталоза, это синтетический исход, который напоминает олигосахариды грудного молока, потому что это стимулирует рост бифетомбактерий. Очень популярный в последнее время в развитых странах ксилолигосахариды, потому что это довольно мощные индукторы, которые размножают нужные бактерии. Ну и известные прибиотические средства, типа инулина, он, в общем, очень хорошо и доступен. А любопытным является следующий компонент, об этом я тоже хочу сказать, потому что это, на самом деле, и наше собственное исследование. есть очень жесткая корреляция от того, какова политика медицинских властей по распространению, внедрению, использованию антибактериальных препаратов. Вот мы делали такой метаанализ и исследовали концентрацию различных генов устойчивости к антибиотикам в разных странах. В странах, где существуют цивилизованные подходы и очень жесткие к использованию антибиотиков. Резервуары кишечные, ну потому что мы просто брали и анализировали последовательности генов бактерий, полученных другими исследованиями, так называемый метаанализ. Там не так много этих генов и в общем ситуация более-менее благополучная. Но в Китае, например, где вследствие индустриализации очень много и фторхенолонов, и макролидов, и других типов антибиотиков, резервуары, я бы сказал так, максимально насыщенно наполнены. Есть все в разных концентрациях и в избытке. То есть китайцы многократно и много используют антибактериальные препараты для лечения разных заболеваний, к сожалению, себя обрекают на то, что популяцию заселили. Да, популяцию заселили очень крепко. Им придется долго ждать и очень рационально сейчас работать с врачами, переобучая их, чтобы приучать их к тому, что антибиотик это не кусочек конфеты и это не сахар, это на самом деле очень сильно действующие препараты. А как проблема эта у них сформулирована сейчас? Да, конечно, сформулирована. Они одни из лидеров в изучении микробиотов, они все понимают и они пытаются как-то сделать так, чтобы это было более-менее как-то нивелировать процесс. Более спокойная Европа, потому что, например, Северная Европа давно уже перешла на очень рациональное использование антибактериальных препаратов. И вот мы тут переходим к идеям Мечникова. Если у меня есть еще 5-7 минут, я об этом упомяну. Идея Мечникова и очень горячая тема. На самом деле много публикаций, многие люди узнавали, читая об этом впервые, просто устараются. Ну, давайте об этом поговорим. Мечников, на самом деле, если уж говорить совсем, это как бы такой пример, когда, будучи неправым, он сделал очень большое предположение и положил основу, или там начало. Потому что я не знал, что это его идея, кстати. Идея Мечникова в другом, сейчас скажу, в чем. Мечников правильно заметил, ну, может быть, он был очень хорошим таким почти греческим исследователем и слушал себя, что с какого-то времени в нижних отделах наступает гниение. И он думал, и вот это следует из того слайда, который мы разбирали по метаболитам, что многочисленные продукты гниения накапливаются в организме и есть причина старения и смерти. Вот я про Мечников простоквашу, собственно, думала. Да, вот послушайте, и он на самом деле предлагал экстравагантный радикальный способ борьбы со старением. Заключался он в резекции толстого кишечника. Отлично. Он думал так, что поскольку там гниение, и в общем, тогда на рубеже 19-го и 20-го столетия роль толстой кишки была непонятна, но все уже понимали, был Павлов, и физиология изучала, что ферменты работают чуть-чуть выше. То есть ее роль только... И да, вот когда-то в свое время американцы занимались экстерпации аппендиксов у всех рождающихся, мечников задолго до американцев думал так, ну раз орган не совсем понятный и не нужен, и там что-то гниет, то может быть лучше его удалить и будет лучше. Ну, слава богу, это не привело к последствиям каким-то, но к чему это привело, что были выделены бактерии, которые являются затравками в мечников простокваши, от бессмертия. Да, его учеником, болгарином, я не помню его сейчас фамилию, которые послужили основой для профилактики. Это были первые пробиотические препараты. Да, да, да. А вот трансплантация кала, это интересная история, и опять же, она требует некого кругозора и определенного биологического, не медицинского, значит, взгляда на эту проблему. Дело в том, что расходятся представления, когда впервые это есть в литературе. Точно известно, что в 50-х годах это уже использовали 20-го века для того, чтобы останавливать так называемые ригидные диареи. Делали это, по-моему, американцы первые, они опубликовали небольшую работу. Но в трактатах китайских медиков 4-го века нашей эры рекомендовано больным с диареей потребление кала, потому что было подмечено, что на самом деле это работает очень эффективно. Надо понимать, я тоже мало кто знаю, что человек, но не приматы, является, пожалуй, специальным образом созданной особью, которая предотвращает поедание экскрементов младенцами. То есть, у нас нет капарфагеи. А у животных? В животном мире совершенно верно. У тех же мышей? В животном мире не только у мышей. Ну, вот микробиемные исследования, они контролируются. У большинства видов млекопитающих капарфагеи чрезвычайно распространённые явления. И это теперь понятно, что это делается для того, чтобы как раз всё время атонюировать или регулировать. Вот одно из недавних микробиомных исследований на мышах, оно было на этом основано. Совершенно верно. И вот к вопросу о дисбалансах и об гидрогенных историях, это как раз появилось появление эффекта расплантации в полном объеме. Потому что, я уже сказал, что при всех упражнениях по про, пре и прочим биотикам это работает не очень эффективно, ну, скажем так, дипломатично. А есть такой микроорганизм, называется он клостридиум дефициле, вот он тут представлен. И лечить его очень сложно. Он, как правило, устойчив ко всем антибиотикам и устойчив даже к панкомицину. Дорогому и очень тяжелому антибиотику. Он самая сейчас считается эффективным. Ну, уже не самая, но один из самых эффективных. И вот, собственно говоря, история эффекорасплантации, новая история эффекорасплантации, она началась не так давно, ей всего 5 лет. Но было показано, что инфузия, ну, надо только понимать правильно, что это не идет о пересадке или переливании фекалий. Речь идет о пересадке и переливании микроорганизмов, которые выделяются из фекалий. К слову сказать, в человеческих фекалиях 80% массы это микробы. То есть, если взять и провести несложные вот эти вот манипуляции... Вы говорили, что они мертвые. Да, ну, это в конце уже. Тем не менее, вот процедура эффекорасплантации выглядит так, как она здесь нарисована. Значит, тщательным образом готовятся доноры. Точно так же... То есть, живые все-таки там можно получить? Ну, 20% это очень много. Значит, исследуется анамнез, иногда исследуется генетика. Обязательно... Здоровый человек. Да, здоровый молодой человек, чтобы не было особенностей ни метаболизма, ни каких-то там диареи, ни вредных привычек, ничего. Специальным образом делаются анализы, подтверждается отсутствие паразитов, подтверждается отсутствие условно-патогенных или патогенных микроорганизмов. И тогда этот донор, у него забираются фекалии, желательно брать свежие фекалии, сепарируется микробная масса, и уже теперь показано, что интраназальное введение вот этого вот суспензии микроорганизмов одно- или двукратное полностью купирует в 90% случаев диарейный синдром, который вызван клостритивный дефицит. Мы специальным образом наш центр изучал эту проблему, то есть на самом деле к настоящему моменту по миру опубликовано более тысячи клинических протоколов, в каждом из которых входило от 100 и более пациентов, то есть это большая уже статистика. Но это методика, это как бы не лекарство, но сейчас повсеместно для лечения торпидных диарей или колитов, которые с этим сопряжены безусловно, а клостритивный дефицит вызывает псевдомембранозный колит, он здесь вот на рисунке представлен, это очень грозное заболевание, которое, к сожалению, заканчивается иногда резекцией кишки. Он уходит. То есть, причем клостритивный дефицит, это тот микроорганизм, который часто можно встретить в кишечнике здорового человека. Мы ходим и даже не подозреваем, что это есть среди наших микробов. Но вот интервенции, интоксикации, ослабление организма приводит к манифестации такой инфекции, и тогда это становится грозным состоянием. И вот тут как раз идет такая процедура. Она сейчас рекомендована не только для псевдомембранозного колита. Она, безусловно, гораздо эффективнее, чем предчисленные мной предыдущие строчки в попытке что-то регенировать. Ну, кроме здорового образа жизни. То есть, в России в клинике это есть уже? В России в клинике запрещено, потому что у нас методики Минздрав не может разрешать. Ну, потому что здесь вопрос технологии очень тонкой. Это вопрос мастерства. Это вопрос не сколько технологий, это вопрос просто отбора нужных доноров. И соблюдение всех-всех-всех пунктов протокола. Да, конечно. Причем соблюдение стопроцентного. Вот, собственно, в чем. Именно благодаря этому начался сбор фекалий, потому что найти здорового человека, у которых все хорошо не так просто. В современном обществе. Да, я скажу вам больше, на самом деле это стоит денег. То есть, годовая подписка донора, то есть, когда ему платят деньги, стоит больше 12 тысяч долларов. Но еще сколько затратить на его обследование? Ну, безусловно, да, но тем не менее, это, в общем, не очень простая процедура. И в Америке, ну, в нескольких, значит, университетах, здесь приведен Princeton, на самом деле, и MIT, и в Лейденском университете, да, и наверняка такие инициативы есть и уже в Азии, потому что они тоже страдают такими заболеваниями. Созданы и гайдлайны, и банки, на ряду с банками стволовых клеток, крови, плазмы и так далее, потому что это довольно активно развивающая история. Месяц назад появилась публикация, в которой успешная американская компания почти дошла до создания так называемого искусственного препарата для эффекта трансплантации. То есть, была идея создать искусственный калорий. Я хотела вас спросить, вот сейчас же огромный интерес вызывают эксперименты по синтетической биологии, вот буквально на прошлой неделе там Черч опубликовал полностью, переписали геномы Шерихи Коли, не составляет ли это направление конкуренцию, скажем, фекальной трансплантации? Может быть, в будущем, но сейчас... И сейчас нет, конечно. Сейчас нет, потому что это в выводах. Понимаете, мы не все понимаем, да, вот использование природных компонентов, которые действуют, это ведь медицина вещь практическая, да, и есть уже длительное наблюдение за этими пациентами, то есть, это не просто ремиссия, это, ну, как минимум, наступление благополучия кишечного на протяжении пяти лет. Ну, это серьезно? Это фактически излечение. Поэтому, вот, эта компания опубликовала к своему удивлению результаты многоцентровых исследований с искусственным калом, которые, с неудачными. То есть, все эксперименты на мышах, на маленьких группах добровольцев выглядели вполне сногсшибающими, казалось, что наступает эпоха искусственных заменителей, из-за неблагозвучия и так далее, то есть, ну, идея очень проста, это не получилось. То есть, есть, по-видимому, какие-то компоненты, которые не удается учитывать. Пока еще, да, неизвестно. Но, факт остается фактом. Тех, где эксплантация, в тех странах, где это можно делать, и где люди смотрят, прежде всего, на попытку облегчения страдания, а не на какие-то запреты, да, она внедрена. Отзывы о ней в основном хорошие. В списке осложнений эффекта эксплантации присутствуют незначительные вещи, то есть, ну, иногда бывает повышение температуры до субфибрилитета в течение низких часов. Часов. Да, ну, какие-то, может быть, небольшие вздульча, да, но эффект заключается в том, что, например, человек, у которого расстройство стула до 30 раз в день, на следующий день все это заканчивается, и человек, в общем, вполне уже здоров. То есть, через несколько дней он может выписаться из клиники и приступить к нормальной жизнедеятельности. Вот о чем идет разговор. Ну, и я понимаю, что уже время подходит, поэтому просто в конце приведу такое количество разных примеров того, как пытаются использовать эффекта эксплантации. Это все заболевания. Да, это все заболевания. То есть, видно, что, конечно, в основном это здесь пока кишечные заболевания, но есть и метаболические синдромы. Метаболические синдромы, которые вообще широкого спектра штука. Да, но это и диареи, и крон, и колиты язвенные, и псевдомембранозные колитцы, которые, конечно, на первом месте, и запоры, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, масса нарушений генеральных функций, я бы сказал так, желудочно-кишечного тракта, могут быть скорректированы. При этом, обратите внимание, что неблагоприятный исход, ну, то есть, не наступление облегчения, в чрезвычайно низком количестве, из полутора тысяч случаев, всего в четырех. Вернемся чуть-чуть, но не к словам, нет, на словах, на словах, вы сказали, это в назально, это спрей, или это... это делается очень просто. То есть, на самом деле, сначала получается суспензия микроорганизмов, потом врач-эндоскопист проходит кислотный барьер, ну, чтобы просто не окончательно убивать бактерии, мы помним о том, что желудок является естественным запором. Он входит зондом в тонкий кишечник, или на степерсную кишку, и вливает туда от 50 до 300 миллилитров жидкости, содержащей микроорганизмы. Вся методика описана, то есть, те врачи, которые пытливы, могут найти ее в соответствующих гайдлайнзах, в протоколах. Это абсолютно открытая информация. Некоторое время назад это конкурировало с клизмами, но клизмы оказались по неизученным пока и необъясненным причинам менее эффективны, чем вот такая вот интерназальная эффективность. Вовремя не уточнила. И я скажу в конце, какие итоги поломок могут быть, и как это на самом деле у нас сказывается, почему и врачи, и зрители, которые будут смотреть эту передачу, должны об этом задуматься. Я упоминал о том, что есть такое заболевание, оно здесь приведено, это болезнь Крона. Для меня было любопытным узнать, что в начале прошлого века это была чрезвычайно редкая экзотика. То есть на самом деле на болезнь Крона, вот нельзя принять объяснение врачей, что плохо диагностировали, потому что это настолько тяжелое заболевание, что не диагностировать его очень сложно. Можно, но это очень низкая квалификация врачей. Значит, по данным статистическим европейским, распространенность болезни Крона среди европейской популяции это было 2-3 на 100 тысяч человек. Сейчас, при всем благополучии, в Скандинавии 150 на 100 тысяч. То есть на самом деле это быстро прогрессирующее неблагополучие желудочно-кишечного тракта очень угрожающе, потому что это язвы, это распространение этих язв. Очень тяжелые приступы, очень тяжелые. И, к сожалению, никаких эффективных способов лечения этой болезни не существует. Вот болезнь Крона и язвенный колит, при том, что здесь обнаружены генетические предрасположенности, в основном, к язвенному колиту, тем не менее, конечно, происходит из-за того, что это глубокий дисбаланс. Это поломка множества весов, очень сложно, поскольку, к сожалению, мы изучаем это заболевание, больные приходят уже, когда все нарушено, но видно, что разные этапы нарушения, иммунологические этапы распознавания и бактериальные нарушены чрезвычайно сильно. Вот такого рода болезни, это болезни, очередные болезни цивилизации, когда мы сами, не осознавая в себе определенное благополучие, по-детски, разными способами, часть из них я привел, разрушаем, не обладая способностью, пока вернуть все обратно. То есть, есть точка невозврата, простым йогуртом как бы не все можно исправить. Конечно, простым йогуртом не все можно исправить, потому что, к сожалению, неисчислимые связи пока, они не каталогизированы, и мы не можем говорить о том, что эти связи будут в ближайшее время даже поняты, я уж не говорю использованы. Особая проблема это в трансляции этих знаний. То есть, как связи, как знания научных сотрудников или ученых, занимающихся лабораторными моделями. Да, трансляционная медицина, то, что называется. Да, как они переходят в практику, потому что некоторые вещи здесь, наверное, одним препаратом не будут извлечены, в силу, ну, просто очень сложных... это такая генеральная проблема. Да, Да, да. Ну, вот, собственно говоря, наверное, я на этом закончу. Выводы у вас есть. У меня есть выводы, я к ним сейчас перейду. Ой, я не сюда. Вы довольно простые. Значит, если мы говорим о микробиоте, то мы, конечно, суперорганизм, где вот связи между нашими частями, которые не представляют собой клетки собственного организма, очень плохо изучены. Нам предстоит еще довольно долго, несмотря на бурное развитие этого направления, в этом копаться и понимать, что в силу пластичности второй части суперорганизма, чрезвычайной пластичности, от возраста, от условий пребывания, это придется изучать. Второе, вот важное событие, ну, вот фикорасплантация и так далее, различные препараты, что мы все-таки, человечество пытается, понимая уже некоторые элементы, как-то не вредить себе в таком большом объеме и переходить от знания к активному использованию. Генноинженерные бактерии, искусственный кал, банк кала для того, чтобы помогать тяжелобольным людям, а попытка с помощью микроорганизмов улучшать показатели здоровья, то, что называется wellness, поскольку реально, конечно, они на это сильно влияют, идея Мечникова и так далее в развитии. Но в этом смысле я высказываю некую вот такую настороженность, как научный сотрудник, потому что нельзя, в общем, эффекты длинные не изучены, и нельзя влиять на то, что до конца не познано. Наверное, это как-то все-таки требует довольно аккуратного обсуждения. Ну и то, что очень важно не только для врачей, потому что они планируют операции, смотрят пациентов, но и для обывателей, что, конечно, связь между нашим самочувствием и самочувствием наших микроорганизмов очень тесная, и как мы на них влияем, так и они на нас. Вот, собственно говоря, тут надо учитывать все эти вот калькуляторы, чтобы добиваться наибольшего результата. Я ловлю вас, потому что недавно на вашем месте был профессор Мулки Джанян, который говорил, лечите ваши митохондрии, и вот, то есть, вот наши консументы, или как их, даже не знаю, наши партнеры, наши части, я сказал, наши части, их надо воспринимать просто как часть себя. Да. Вот и все. Да. Спасибо большое. Не за что. Вы пообещали в рубрике по скриптам поговорить о такой тенденции, как gap to brain, вот этот вот канал. Gap to brain. Gap to brain. Да, не gap, это как раз наоборот лаконная. Я хотела прочитать вот недавнюю тоже новость, потомство мышей, которые содержались на высокожирной диете, отличается измененным микробиомом кишечника и может проявлять аутистические симптомы такое потомство, включая антисоциальное поведение у мышей. В то же время лечение мышат специфическими видами отсутствующих у них микробов может нормализовать поведение грызунов. Вот это то самое gap to brain, да? Да, это началось довольно давно уже теперь, да? Есть такой прием лабораторный, так называемый гнотобионт. Но они по многим параметрам отстают. Гнотобионты это животные, которые получены в стерильных условиях и которые не имеют в кишечнике практически ничего. В кишечнике они не заселены. И исследователи обнаружили, что такие мыши гиподинамичные, у них естественным образом, кроме отсутствия отставания в трофике, в весе, в росте, в развитии, есть еще масса поведенческих особенностей. Когда они стали изучать синапсы в центральной нейросистеме, то они обнаружили, что на самом деле там все довольно странным образом меняется, и, как они написали в первой работе, некоторые особенности, морфологические изменения, ну, иммуногистохимические, вот, этих синапсов напоминает влияние, механизм действия ботулинистического токсина. То есть, на самом деле, тогда не было понятно, как дистанционно микроорганизмы могут заведовать или там модулировать наши поведенческие реакции животных. Но постепенно накапливались данные, вот, как я уже сказал, по метаболитам. Это то, что бактерии производят очень разные метаболиты. Вот первый метаболит, который представляет интерес для медицины, это липополисахарид стенки. Он есть всегда, да, то есть, врачи раньше думали и они меряют его в клинике, когда есть сепсис. Это очень угрожающее состояние. Вот, когда происходит бактериальное разложение, то липополисахарид это такой мощный фронтальный иммуномодулятор в плохом смысле этого слова. Но по большому счету, вследствие того, что существуют пейровые бляшки, существует, ну, не абсолютное, так сказать, совершенство контактов межклеточных. Часть фрагментов бактерий проваливается через барьер и попадает в кровоток. И он вызывает иммунологические реакции, в том числе, которые, например, связывают с развитием на поздних стадиях нейродегенеративных заболеваний. Уж куда там пример. Вторая история, которая тоже интригующая, это серотонин. Ну, я приводил там примеры некоторых соединений, которые бактерии синтезируют. Вот, серотонин, они синтезируют ровно килограмм в день. Это существенно больше гормона удовольствия и счастья, чем вырабатывается наша центральная межсетина. Что он там делает, непонятно. Ну, принято считать, что он там каким-то образом участвует в регуляции перистальтики и так дальше. Но до конца это неизвестно. В третьей стороне это на самом деле аналоги желчных кислот. Дело в том, что я сказал, что 95% желчных кислот попадают обратно в печень и в желчь. Но 5% проходит. И поскольку бактерии обладают разветвленными системами синтеза и окисления, то похожие на холестерин желчные кислоты они определенным образом окисляют. И возникают так называемые вторичные гормоноподобные соединения, которые имеют свои рецепторы на разных тканях организма, в том числе на тканях надпочечников и так далее. И все вот эти опосредованные воздействия на продукцию кортизола, на продукцию катехоламинов в других частях, в том числе и в центральной нейросистеме еще предстоит выяснить. Третья позиция, которая тоже чрезвычайно интересна, вот какая. Часть бактерий, часть белков бактерий, когда они разрушаются, очень похожи на пептиды центральной нервной системы. И, например, показано, что... Похожи структурно. Да. И они тоже проникают, потому что они в кровотоке. И показано, что, например, некоторые похожие пептиды обладают точно таким же действием, модулируя, например, поведенческие реакции, приводящие к обжорству у лабораторных животных. есть пептидные гормоны, которые заведуют нашим аппетитом, а отсюда поведенческие реакции в лечении или отторжении, анорексии. Вот такие вот трюки. Но это как бы отдельный процесс. Там очень много найдено вот таких вот компонент вследствие просто многообразия. Ну, то есть сейчас нащупали некую связь между микрофлотами и функционированием центральной нервной системы. Собственно, это и есть gut to brain. Начиная от раздражения периферических нервов и заканчивая просто прямой доставкой в центральную нервную систему компонент, которые либо являются меметиками, то есть очень похожими на то, что там, либо просто прямыми аналогами. И в актерии, например, ну, вот представьте себе пример, который я провел с пептидами модулирующих поведенческие реакции при голодании. Бактериям не хватает пищи. Они выделяют из себя эти пептиды, они поступают в центральную систему и заставляют особь двигаться либо в сторону кормушки, либо в лесу искать активное питание, либо двигаться в сторону супермаркета. Вот вам прямая связь между... Прямая связь. Ну, пока что только нащупали связь, механизмы еще изучать. Ну, нет, если вещество... Я рассказываю только о тех вещах, когда вещество понятно, оно такое же. Тогда там связь прямая и механизм такой же. Механизм озвучен в физиологии. А есть масса вещей, которые непонятны. Ну, да, на уровне феномена. И которые на самом деле могут обладать... Ну, как я приводил... Понимаете, мы же постепенно открываем степень нашего разрушения, да, какими-то цивилизационными факторами. Вот антибиотики, да, там различные регулярные приемы пищи, ну, и многое-многое другое. Это стиль жизни, а не физиология. Потому что разные уже вещи. Так и здесь. То есть, на самом деле, поскольку мы очень сильно зарегулированы, тут скорее методически сложно отделить непосредственно продуцируемыми микроорганизмами и тем, что продуцируется клетками. Это методически очень, поверьте, непростая задача. Даже на животных, где естественным образом происходит большая часть исследований, вот отделить все метаболиты, которые продуцируются бактериями, или, например, те метаболиты, которые продуцируются в ответ на действие бактерий, а потом попадают куда-то, ну, например, в центральную систему, не очень просто. Поэтому пишется, много различных обзоров. Физиологи, занимающиеся больше феноменологией, то есть, ну, такими макроэффектами отмечают это, статистики отмечают безусловные корреляции, но как это работает, до конца понять не представляется возможным. И вот почему, да, мы помним о явлении пластичности. Дело в том, что если измерять, например, даже концентрацию микроорганизмов в зависимости от суток, от времени суток, на протяжении длительного времени, мы увидим, что сохраняя общие какие-то черты постоянства, микробиоты сильно меняются. И сейчас люди думают об этом в контексте изменения. А вот если задуматься об этом в контексте изменения взаимоотношений, то есть, связей между изменяющимися частями, получается, что система, она такая напоминает некую фрактальную функцию, где очень трудно просто подступиться к тому, что же на самом деле происходит. Да, в области фетоминологии и в области тех компонентов, которые безусловно найдены, все очевидно, потому что это очень похожая штука, синтезируется этот пептид, и на животных показан механизм, что он там точно такой же, как и естественный соединительный, но в других функциях. Потому что, например, окисление желчных кислот, да, гормоноподобные соединения, которые были выявлены, ну, в общем, более-менее охартизонные, но сколько других соединений из этого проистекает, потому что мы помним, да, что там примерно миллион генов, и они, часть из них могут как-то по-другому окислять, да, это такая, понимаете, своеобразная фармакологическая фабрика, где происходит не скрининг ин витро, а скрининг ин виво, и при достижении определенных концентраций этих веществ все может быть очень заманчиво. Спасибо большое, я очень надеюсь, что вы еще придете к нам в студию. Ну, позовете, приду, да. Спасибо вам. Спасибо. Гнотисе Аутон, познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии академик Павлов назвал их заповедью, которая захватывает все в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины со времен Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если ее ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Марк